Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами продолжаем рассматривать парк румынских гибридов. Ранее я рассказывал про румынский Хетцер, а также про то, во что румыны превратили советские легкие танки. Настоятельно рекомендую посмотреть видео. Но сегодня у нас еще один монстрик, в котором румыны скрестили Панцер 35 советскими орудиями. Но сначала немного предыстории. В Румынии Панцер 35 получил обозначение Р-2, и на момент Сталинградской битвы танк был практически бесполезным из-за своего слабого орудия. Однако за неимением лучшей техники румынским танкистам оставалось только вздыхать от разочарования и надеяться на лучшее. И лучшее наступило. В 1942 году уже знакомому нам инженеру Гиулай поручили разработать проект модернизации танка Р-2. В очередной раз танки предстояло переоборудовать на фабрике Леонида, а первый прототип появился в период с июля по сентябрь 43-го года. В качестве обновленной пушки румыны решили поставить советскую 76-мм F-22, а трехстороннее боевое отделение собиралось из броневых листов трофейных танков БТ-7 и Т-26. Румыны, конечно, молодцы в том плане, что использовали по максимуму все находившиеся в их распоряжении ресурсы. И собирали не просто орочи и поделки, а гибриды с вполне приличным внешним видом. Предварительные испытания обновленного Р-2 показали, что шасси обеспечивают достаточную устойчивость во время стрельбы. И хотя оригинальные советские боеприпасы были заменены на румынские снаряды модели Костенеску, орудие фактически сохранило свои первоначальные баллистические качества. Румыны обновили в том числе советскую оптику, заменив ее румынскими прицелами и немецкими панорамными прицелами. И хотя испытательные стрельбы по трофейной Т-34 показали, что эффективная дальность стрельбы составляет всего 500-600 метров, «Токам-Р-2» выступал в роли неплохого полевого орудия. Конструкторам удалось сохранить технические характеристики практически на том же уровне, что и оригинальный танк. Главное отличие заключалось в высоте, составляющей 232 сантиметра, из-за чего «Токам» стал более заметен. А большой выступ орудия за пределы машины затруднял пересечение широких траншей. В общем, после сравнительных испытаний командование дало добро на дальнейшие работы по «Токаму». Однако проект был отложен. Завод приступил к переоборудованию только в конце февраля 1944 года. За это время было принято решение заменить пушку «Ф-22» на более современную ЗИС-3. Румыны, правда, в очередной раз наступили на свои же грабли с затягиванием выхода машины. К июню 1944 года было построено лишь 20 серийных «Токамов» Р-2. А проект решили прекратить, так как орудие «Токама» не справлялось с новейшими советскими тяжелыми танками. Предлагалось либо дооснастить оставшиеся шасси румынской опытной 75-мм пушкой, либо поставить вообще немецкую 88-мм. Как вы понимаете, всем этим планам не суждено было сбыться, так как Румыния летом 1944 года перешла на сторону союзников. Тем не менее «Токамы» Р-2 хотя бы успели повоевать. Каких-либо подробностей о боевом применении машин я не нашел. Лишь обрывочные сведения. Но до наших дней сохранился один экземпляр, что можно назвать огромным везением, учитывая столь малую партию «Токам» Р-2.